Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе, как давно работаете и почему выбрали именно этот бизнес? Смотрите, занимаюсь я где-то около 4 лет, краткосрочной арендой выбрала, честно говоря, абсолютно, скажем так, случайно. Я вышла из декрета, и несколько моих знакомых занимались подобной сферой деятельности. И, скажем так, я не консультировалась у них, просто смотрела на них со стороны, наблюдала, мне было достаточно интересно. Я решила попробовать сама эту сферу, плюс, учитывая то, что образование у меня профильное, то есть я администратор гостиницы, то мне показалось, что это, скажем так, максимально приближенная сфера деятельности. Конечно, первый опыт был достаточно сложный, первая квартира, первые клиенты. Меня это не испугало, я дальше продолжила. Какие требования Вы ставите к квартирам, с которыми работаете? Ну, это центр города обязательно, в любом случае, потому что я уже начала здесь работать, да, и, как бы, все клиенты у меня едут только сюда, в основном, ну, как центр, Пещерск, да, то есть, вот, ну, я бы не смогла, допустим, где-нибудь там на Нивках или там на левом берегу взять квартиру, у меня просто не было бы смысла даже это делать, поскольку мои бы клиенты туда не поехали, да, неважно, какого уровня она была бы. Вот, второй момент – это размер квартиры. Ну, практически нет маленьких квартир, потому что у меня акцент идет на том, что несколько раздельных спальн. И, соответственно, ну, многие клиенты, вот, уже сориентированы на то, что они едут там, допустим, в командировку, там их три человека или четыре человека, вот как здесь, четыре отдельных спальни, да, и они могут спокойно каждый в отдельной комнате разместиться, чтобы всем было комфортно и так далее, да. То есть, это, скажем, такой, ну, плюс уровень, да, квартиры, то есть, она должна быть, там, с качественным ремонтом и так далее, с хорошей сантехникой, кондиционерой обязательно, все-все-все. То есть, вот, человек, как бы, он привыкший к определенному уровню, да, он едет, допустим, не один, там, с друзьями, два, три, четыре, да, вот. И они все хотят комфорта, но в то же время они хотят все быть в одном помещении и не платить, там, по 500 долларов за номер. Соответственно, они выбирают вот такой вариант, там, где, ну, возможно, уборка каждый день, замена полотеней, замена постельного белья, квартиры тоже обслуживают прачечные. Такие клиенты обычно достаточно требовательны. Как вы обеспечиваете высокий сервис для них? На самом деле это, скажем так, достаточно проблематично, да, потому что мы все-таки не отели, а отдельные квартиры. В отеле это гораздо проще, это налаженный механизм какой-то, да, есть, конкретно, там, горничный администратор и так далее, они все постоянно находятся в этом помещении и могут круглосуточно его обслуживать, да. У нас такой возможности, к сожалению, нет, хотя, в принципе, ну, я работаю 24 часа в сутки, да, вот мне, когда клиенты заезжают, допустим, и спрашивают, до которого часа можно вам звонить, я говорю, вы можете мне звонить постоянно, 24 часа в сутки, нет, серьезно, вы никогда не спите? Я говорю, нет, конечно, я не сплю. Ну, на самом деле я не шучу, то есть, ну, мне можно звонить постоянно, потому что ситуации бывают всякие и, ну, хочется постоянно реагировать. Клиенту, который впервые бронирует квартиру посуточно, на что посоветовали бы обратить внимание при выборе, чтобы получить хороший сервис в итоге. Надо обратить внимание на соотношение цены и качества, да, то есть, если квартира стоит, там, 500 гривен, а это четырехкомнатная квартира в центре города с хорошим ремонтом, ну, этого в приори не может быть просто, да. Смотреть, во-первых, на отзывы, как бы, да, то есть, какие есть отзывы об этой квартире, или, а лучше, о всех квартирах, да, которые размещает этот человек. Вот это, наверное, самый, ну, один из самых лучших способов, скажем так, удостовериться в том, да, что эта квартира будет соответствовать, вот, и что вы едете к нормальному человеку, у вас будет там работать и горячая вода, и вай-фай. Тоже обратить внимание на само рекламу, на качество рекламы, да, то есть, если это висит дорогая реклама, да, там, допустим, я не беру только систему бронирования, да, допустим, человек публикует еще где-то в журналах, там, да, точно так же в интернете, там, дополнительно. То есть, если много качественной, хорошей, дорогой рекламы, то, значит, человек понимает, ну, зачем он вкладывает эти деньги. Как получить хорошие отзывы от клиентов? Быть максимально клиентоориентированным, да, то есть, быстро отвечать на какие-то там моменты, которые человеку могут не понравиться, предупредить проблему до ее начала. Продолжение следует...